Страны намного беднее воды с водой и живут прекрасно, великолепно. Мы привыкли, что нам все из рога и забили. Наши водохранилища пополнились весенними паводками, так что все будет нормально. Мы крымчане, любим нашу воду, будем беречь ее, правильно использовать. Никому не дадим обижать наши реки и озера, даже дождь наш крымский необычный. Воды у нас будет много всегда. Жители крымской столицы уверены, проблем с водой нет и не будет. Однако внешний вид главного водохранилища настораживает. Мусор, ветки и ракушки мидии – все, что раньше находилось в воде и на ее поверхности, сейчас лежит на земле. Сегодня берега Симферопольского водохранилища напоминают многолетнюю засуху в Сахаре. Еще полгода назад вся эта территория была заполнена водой, а сейчас земля под нашими ногами трескается от сухости. А эти следы свидетельствуют о том, что здесь спокойно разъезжают машины. По данным гидрометцентра, запаса воды на полуострове по сравнению с прошлогодними показателями в два раза меньше. Сложно, но не критично, как и в 2016 году, заявил глава республики. В целом ситуация относительно стабильная. Пока ничего не поменялось, не улучшилось и не ухудшилось. Несколько дней дожди были, дополнительные притоки были по 120 тысяч кубов практически в день получали. Сейчас прогноз погоды опять, то есть ожидается похолодание и дожди. Вместе с тем, осадки за февраль хоть и пополнили запасы воды, но незначительно, добавил Аксенов. Даже если ситуация с осадками на полуострове останется прежней, то для столицы Крыма есть альтернативное водохранилище. Оно было построено на 20 лет раньше Симферопольского и находится примерно в 10 километрах отсюда. Это Аянское водохранилище в селе Заречное. Глубиною почти 25 метров. Во время войны плотину пытались подорвать вражеские отряды, но партизанам удалось им помешать. Сегодня почти столетняя дамба хранит воду в полном объеме. В случае засухи Симферополь будет питаться именно отсюда. А в таких городах, как Алуш, Тосаки, Феодосия, Керчь, Судак и Евпатория ведут дифференцированные тарифы. По мнению Аксенова, это снизит потребление и уменьшит платеж за воду. Напомню, что пилотный проект по внедрению дифференцированных тарифов уже реализован в судаке и новом свете. Как показал проведенный специалистами анализ, эта мера является экономически оправданной и стимулирует людей к экономии водных ресурсов. За период действия дифференцированных тарифов потребления воды в каждом из указанных населенных пунктов снизилась почти на 14%. Исходя из природных особенностей каждого городского округа, проект начнут внедрять только после обсуждения с общественностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова